Фильм начинается с слушания перед конгрессом, где Оппенгеймер должен оправдываться за свою жизнь. В процессе слушаний раскрывается вся его биография. В 1926 году 22-летний Джулиус Роберт Оппенгеймер учится у Патрика Блэккета в Кэмбриджской лаборатории в Кембридже. Блэкет слишком требователен к Оппенгеймеру, у которого проблемы с математикой. Не выдерживая напряжения, Роберт накачивает яблоко цианидом и оставляет в кабинете Блэкета. Приехавший ученый Нильс Бор чуть было не съедает это яблоко, но Оппенгеймеру удается перехватить яблоко и избавиться от него. Блэкет в целом положительно характеризует Оппенгеймера как умного человека, однако с большими пробелами в знаниях. Решено, что Оппенгеймера переведут в немецкий университет и он получает докторскую степень по физике в Витингенском университете, где знакомится с Вернером Гейзенбергом. Роберт возвращается в Соединенные Штаты, надеясь расширить там исследования в области квантовой физики и начинает преподавать в Калифорнийском университете в Беркли и в Калифорнийском технологическом институте. Именно при нем кафедра физики там становится лучшей в мире. Он знакомится со своей будущей женой Кэтрин Пуенинг, биологом и бывшей коммунисткой. Также у Оппенгеймера случаются романтические отношения с Джин Тетлок, членом коммунической партии США. Впрочем, через некоторое время Тетлок заканчивает жизнь самоубийством. Минерал армии США Лесли Гроувс нанимает Оппенгеймера для руководства Манхэттенским проектом по разработке атомной бомбы после того, как Оппенгеймер клянется перед Гроувсом, что не питает симпатии коммунистам. Оппенгеймер, который является евреем, заинтересован в том, чтобы реализовать ядерную программу «Быстрее нацистов», в которую входят Эдвард Теллер, Исидор Исаак Раби и Дэвид Хилл в Ос-Альмасе, Нью-Мексико и тайно приступают к созданию бомбы. Оппенгеймер и Альберт Эйнштейн обсуждают, что создание первой атомной бомбы может вызвать цепную реакцию по созданию вооружения, способного уничтожить мир. Оппенгеймер также узнает, что советский шпион, возможно, передал информацию о Манхэттенском проекте в Россию. Когда Германия капитулирует во Второй мировой войне, некоторые ученые проекта сомневаются в важности бомбы и проекта на текущий момент. Тем не менее, бомба готового испытания Тринити было успешно проведено незадолго до Поздамской конференции. Президент Гарри Трумэн приказывает сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что вынуждает Японию капитулировать. Правительство представляет Оппенгеймера в глазах общественности как отца атомной бомбы, и он становится национальным героем. Тем не менее, при личном разговоре, Оппенгеймер убеждает Трумэна не разрабатывать еще более мощное оружие, водородную бомбу, виняя себя за то, что ему кажется военным преступлением. Трумэн воспринимает страдания Оппенгеймера как слабость и настаивает на том, что как президент он один несет ответственность за использование бомбы. Оппенгеймер выступает против дальнейшего развития ядерной энергетики, особенно водородной бомбы, и это настраивает против него Теллера. Позиция Оппенгеймера становится предметом разногласий в условиях напряженной холодной войны с Советским Союзом. Льюис Штраус, председатель комиссии по атомной энергии США, критикует Оппенгеймер за то, что он высказал опасения по поводу экспорта радиоизотопов. Штраус также считает, что Оппенгеймер критиковал его перед Эйнштейном, хотя те просто обсуждали будущее создания ядерного оружия. На слушаниях, призванных лишить Оппенгеймера политического влияния, Тейлер и другие сообщники предают Оппенгеймера, выставляя его в неприглядном свете. Штраус использует для обвинения связи Оппенгеймера с нынешними и бывшими коммунистами, такими как Тетлок и брат Оппенгеймера Фрэнк. Несмотря на то, что Лобби и несколько других союзников дали показания в защиту Оппенгеймера, допуск к секретным данным Оппенгеймера отозван, что нанесло ущерб его имиджу и превратило в отщепенца в глазах общества. Позже на слушаниях в Сенате по одобрению Штрауса на пост министра торговли Хилл свидетельствует о личных мотивах Штрауса в организации падения Оппенгеймера. Сенат отклоняет кандидатуру Штрауса и тот не получает высокий пост. В 1963 году президент Линдон Джонсон вручает Оппенгеймеру премию Энрико Ферми в знак политической реабилитации. Предыдущий разговор Оппенгеймера и Эйнштейна был не о Штраусе, а о далеко идущих последствиях ядерного оружия. Их страх вызвать цепную реакцию созданию массы оружия, способных уничтожить мир, сбылся. Друзья мои, всем привет, меня зовут Максим Шубин, я посмотрел этот фильм, сходил в кино, потратил 600 рублей за один билет. Это был хороший кинотеатр, хороший зал, но 600 рублей за фильм, который, кстати говоря, длится аж 3 часа. Так что, ну, не так уж вроде бы и дорого, если это пересчитать на минуты, на часы. Я, честно говоря, у меня не было никакой особой предыстории, какого-то контекста, что это за фильм, о чем этот фильм. Я смотрел трейлер этого фильма примерно полгода назад, естественно, я практически все забыл. Ну, то есть, какое-то общее представление мне было, что это за фильм, куда я иду. Но, тем не менее, друзья мои, кто такой Роберт Оппенгеймер? Фильм получил замечательные оценки кинокритиков. В том числе и непрофессиональных кинокритиков. Аж 8,5 баллов из 10 на том же кинопоиске. И, между прочим, этот фильм входит в топ 250 фильмов по самым лучшим, самым высоким оценкам. Он занимает там 68 место. Честно говоря, я даже немножечко боялся идти на этот фильм, потому что нужно было сидеть в кинотеатре. Цена довольно-таки кусачая, напомню, 600 рублей. И, тем не менее, все-таки пошел. И, тем не менее, все-таки пошел. Я понимал, что, скорее всего, там больше про какие-то глубокие диалоги, меньше про экшен, про какое-то действие. Хотя действие там, безусловно, было. Но самое, знаете, главное действие, это, пожалуй, испытание. Испытание этой Тринити. И там, ну, показали все это достаточно эпично, конечно же. Но, тем не менее, мне чуть-чуть вот не хватило больших каких-то вот таких, знаете, экшен-моментов. Мне этого не хватило чуть-чуть. Фильм, безусловно, довольно-таки сложный. Но, все-таки, его дело Кристофер Нолан. Что еще от этого режиссера ожидать? Он делает достаточно такое сложное кино. И, безусловно, без Гугла довольно в некоторых моментах было сложновато разобраться. Плюс я запутался, честно говоря. Ну, не прям совсем-совсем. Но я просто потерял линию, почему этот человек важен, о котором говорится в данный момент в фильме. И это, честно говоря, конечно же, чуть-чуть испортило мое ощущение от этого фильма. Но, тем не менее, тем не менее, друзья мои, я ставлю 8 баллов из 10 данному фильму. Чуть-чуть пониже, чем, скажем так, средняя оценка данному фильму. Но, тем не менее, я, ну, скажем так, я немножко, наверное, не подхожу под этот фильм. Чуть-чуть. Просто я глуповат, друзья мои. Я глуповат, я признаю это. То есть, чтобы хорошо понять этот фильм, нужно быть, наверное, чуть более интеллектуально развитым, подкованным. В том числе в области физики, ядерной физики. И это очень важно на самом деле. Я смотрел этот фильм в приятной компании. В целом, был достаточно неплохой зал. То есть, я не слышал особо каких-то там шорохов, шумов. Ну, безусловно, они были. Но это так как-то по мелочи. Я был сконцентрирован все-таки на фильме. И, в целом, было не так уж и сложно просидеть три часа. Потому что фильм действительно был интересный, вовлекающий. Причем сразу же с первых кадров. А это три часа, друзья мои. То есть, с первых кадров он тебя сразу поглощает. Ты сразу же в него погружаешься. И дальше уже все смотришь и смотришь. На самом деле, я очень также рад подбору актеров, что в главной роли Киллиан Мерфи. Честно говоря, для меня это, безусловно, известный актер. Я его знаю, например, по фильму «Время». Ну, по крайней мере, вот в этом фильме я его видел. У него там роль все-таки второго плана была не самая главная, но тем не менее. Но больше всего, в том числе, наверное, даже для российского зрителя, он известен по сериалу «Острые козырьки». Честно говоря, никогда не смотрел этот сериал. Может быть, когда-нибудь, в том числе, из-за просмотра «Опенгеймера» я посмотрю хоть несколько серий сериала «Острые козырьки», но тем не менее. Эмили Блант также была роскошна. Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, друзья мои. То есть, поначалу, когда ты смотришь на Роберта Дауни-младшего в этом фильме, когда вот первые кадры с ним, то довольно сложно его узнать. То есть, он какой-то очень такой старый, он прям показывает, как старика какого-то. Вот, хотя, учитывая прошлые фильмы, которые я с ним смотрел, это «Железный человек», то есть, там какая-то очень крутая прическа, темные волосы, то есть, ну, совсем не выглядел он как старик. Хотя, в последних фильмах все-таки, ну, сколько ему уже за 50 было, но тем не менее, он очень-очень бодро выглядел. Очень бодро, в отличной форме, отлично выглядел. А здесь, ну, просто какого-то уже старика показывают, но такого все равно еще достаточно бодрого старичка. Вот, плюс это обычно его показывают в черно-белом, черно-белом исполнении, то есть, там довольно немало кадров, когда черно-белый экран, когда это черно-белая картинка. Мне кажется, чуть странно, но окей. То есть, это окей, но я все-таки люблю, когда больше красок, больше цвета, но окей. Это, видимо, так нужно было сделать. А теперь хочу сказать, кто же мой самый любимый персонаж в этом фильме. Безусловно, это не Джулиус Роперт Пенгеймер. Хотя, конечно, безусловно, очень харизматичный и очень классно, очень классно его сделал Киллиан Мерфи. Это очень крутая работа в его исполнении, очень крутая, очень крутая. Но это для меня лично, ну, почти дьявол. Ну, окей, дьявол, который осознал, что он дьявол, что он совершил ужасное. Но, с другой стороны, дьявол ли он тогда, если он осознал, что сделал очень плохое для людей, там, сотни тысяч погибли. И это ужасно, это даже невозможно в сознании это как-то уместить, чтобы осознать это. Это ужасно абсолютно. И там, конечно, есть ряд кадров, где он это все осознает. Это довольно сильно показано с точки зрения картинки, визуального какого-то оформления, с точки зрения аудио-визуального. То есть, тоже это все напряженная музыка вообще. Музыкальное сопровождение очень сильное, я считаю, в этом фильме. Очень сильное, то есть, оно на протяжении всех трех часов, то есть, периодически, конечно, замолкает полностью вся музыка. Но это, как бы, еще больше драматичности момента вот этому создаёт. То есть, музыкальное сопровождение отличное. Слушайте, я даже десятку, десять из десяти поставлю. Мне очень понравилось. Там нет треков, которые я бы запомнил, которые со словами. Там такого не, там больше именно музыка под фильм сделана, написана, подобрана и так далее. Но мой самый, все-таки, любимый герой, это адвокат, как раз-таки, Опенгеймера. На, вот, так сказать, суде. Но это не суд, это просто как будто бы разбирательство. И из-за этого непонятно, какие есть права у Опенгеймера, у его же адвоката. Почему он мне больше всего понравился? Это просто потому, что этот персонаж, ну, ничего плохого он не сделал в этом фильме. Он только защищал своего клиента, причём делал это с какой-то страстью, с самодачей, с реальным, сильным желанием защитить своего клиента. Ну, то есть, у него роль не такая уж, как бы, там и большая, и значительная. Ну, окей, нет, он всё-таки значение определённое имеет, но, тем не менее, это не очень большая роль. Но я даже не знаю, как его зовут. Я просто знаю, что это адвокат Опенгеймера. Но, если говорить о достаточно таких больших персонажах, у которых большие роли, то это роль у Эмили Блант. Она сыграла как раз-таки жену Кэтрин Опенгеймер. Очень сильная женщина, Роберт Опенгеймер, был уже третьим мужем. Вот, ей уже было около 40 лет, когда они познакомились, ну, и поженились. То есть, где-то вот в таком возрасте. Вот, но, тем не менее, она его поддерживала. Она была, судя по всему, ему верна. По крайней мере, каких-то других моментов не было показано, чтобы, наоборот, это было. Ну, и плюс, она, ну, в какой-то степени его поддержала, когда узнала, что, ну, судя по всему, он ей как раз-таки изменил вот с той самой любовницей. Ну, как, простила? Все равно ей, конечно же, тяжело это было. Тем более, услышать второй раз на этом суде. И она это все представила, как будто бы эта женщина на нем прямо сейчас. Этот момент был достаточно специфический. Думаю, что вообще показывает? То есть, вроде идет как бы, ну, типа суд. Вот. И вдруг какая-то женщина появляется на Джулиусе, Роберте Бенгеймере, сверху голой. Он голый. И они начинают совокупляться. Что это такое вообще было? Ну, то есть, потом я, конечно, так... Ну, то есть, с первых секунд я не понял, что это происходит. Я думаю, что это... Куда я переехал? У меня что, какие-то эти галлюцинации? Нет. Это вот были такие представления его жены. И, безусловно, она достаточно такая, ну, как бы с характером. Она достаточно старалась... Ну, вообще, в целом, она поддерживала. Она поддерживала своего мужа до последнего, можно сказать. Ну, в целом, она вообще никогда не сворачивала с пути поддержки его. Она его поддерживала. Она старалась как-то даже быть более жестким. Ну, чтобы он был более жесткий, чтобы он защищался более активно, менее пассивно и так далее. Кто же мой самый нелюбимый персонаж? Ну, не то, что нелюбимый, а скорее, ну, такой мерзкий. Это, конечно же, Льюис Штраус. Я думаю, для подавляющего большинства будет этот персонаж. Его сыграл Роберт Дауни-младший. Сыграл его тоже очень даже хорошо. Но все-таки, с точки зрения актерской игры, я могу здесь только выделить, наверное, Киллиана Мерфи. Ну, просто бесподобно, друзья мои. Я вот, ну, я просто вот в этой игре... Это какая-то магия. Я не знаю, что это вообще такое было. Это было очень круто. Очень круто сделано. То есть, я редко поражаюсь обалденной актерской игре. Но здесь это было роскошно. Лично для меня, друзья мои. Для кого-то это, возможно, было ужасно. Я про свое мнение здесь говорю. Все-таки это мой канал. Подпишитесь на него и поставьте, пожалуйста, лайк. И поделитесь этим роликом своими друзьями. Будет очень классно и приятно, если вы это сделаете. Ну, и пишите, конечно же, свое мнение в комментариях насчет данного фильма. Если вы уже успели посмотреть. Если нет, то... А теперь, друзья мои, зачитаю несколько интересных фактов об этом фильме. Для съемок впервые в пленочных кинокамерах IMAX была использована черно-белая пленка. По словам Кристофа Веронолана мысль снять в главной роли Киллиана Мерфи пришла ему в голову, когда он рассматривал фотографию Пенгеймера на обложке книги Кая Берда и Мартина Шерфина «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея», которая легла в основу сценария. Стараясь добиться большего сходства с прототипом, Мерфи сбросил вес и во время съемок придерживался строгой диеты. Мэтт Дэймон сделал перерыв в актерской карьере ради жены. Правда, с условием, что перерыв закончится, если вдруг с предложением у себя сняться ему позвонит Кристофер Нолан. Но он позвонил и предложил актеру роль Лесли Гроба. Продюсер Чарльз Ровен предложил Кристоферу Нолану и продюсеру Эмми Томас идею фильма, рассказав о книге Берда и Шерфина «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского Прометея». Нолана это заинтересовало, и он попросил дать ему книгу почитать. Решиться же ему помог подарок актера Роберта Паттинсона на вечеринке по случаю окончания работы над фантастическим боевиком «Довод». Тогда Паттинсон подарил ему сборник речей Опенгеймера. Мэтт Дэймон получил сценарий, который был напечатан на красной бумаге и был написан на первого лица. И последний интересный факт. В сцене после первого испытания ядерной бомбы использовано сочетание реальных взрывов и компьютерных технологий. В реальных взрывах применяли смесь бензина, пропана, алюминия и магния и макеты. Снимали все это на большой скорости и с разных ракурсов, а затем изображения накладывали друг на друга посредством компьютерных технологий, что получился классический грипп ядерного взрыва. Немного фактов по деньгам. Бюджет данного фильма составил 100 миллионов долларов, что как будто бы для такого огромного большого фильма на 3 часа с топовыми актерами, копейки вообще просто, как вам столько денег-то хватило, кажется. Сборы в США составили 323 миллиона долларов, сборы в мире составили почти миллиард, если быть точным, 939 миллионов, 131 тысяча 910 торф. Ну и думаю, еще больше фильм этот соберет, то есть как бы это только еще начало как будто бы. Премьера в мире состоялась 19 июля 2023 года, а я вот посмотрел только в октябре. И вот главный и финальный вопрос этого ролика. Стоит ли посмотреть данный фильм? Стоит ли потратить деньги, пойти в кинотеатр, чтобы посмотреть этот фильм? Три часа, ребят, три часа, это долго. Конечно же, да, однозначно, да, друзья мои, это один из вообще лучших фильмов, которые я когда-либо смотрел, но, наверное, все-таки не самый лучший. Самый лучший я даже сейчас вот сходу не смогу вам назвать, но это действительно очень классный, крутой фильм, очень глубоко проработанный. И, честно говоря, я бы вам даже посоветовал постараться как-то теоретически подготовиться к этому фильму, не сюжет изучить более детально, именно фильма, а в целом исторический контекст. Я, конечно, здесь особо не приводил примеры в этом ролике исторического контекста, что и как там было, но постараться именно разобраться вот в именах, потому что я вот лично в этом запутался, в каких-то специфических терминах, хотя их как будто бы не так много было. То есть, с точки зрения терминов, было более-менее понятно, конечно, были термины, связанные с такой прям уже достаточно глубокой наукой, в которую я никогда в жизни не погружался, только классическая физика, по большому счету, у меня была в школе, ну, немножечко, может быть, ядерной физики, чуть-чуть совсем. Но знаете, что мне еще очень сильно понравилось в этом фильме? Что это американский фильм? Ну да, здесь страна производства стоит США и Великобритания, но в целом это все-таки американский фильм, а здесь с очень такой нелицеприятной стороны показывают американское руководство тех времен. То есть, представьте, сейчас у нас такой фильм вообще возможен, я думаю, нет, конечно же. Даже какой-то там фильм или сериал делали о Сталине, где как-то там что-то вроде не очень хорошо его показывали, конечно же, этот фильм запретили друзьям. Тут такое показывает, это просто, ну, слушайте, ребят, аплодисменты, аплодисменты, лайки, комментарии, подписки. Также, друзья мои, расскажите про этот ролик, про этот канал своим друзьям, буду вас тут очень ждать. Также вы можете поддержать наш канал финансово, ссылки также есть в описании, также можете написать там сообщение, буду очень ждать. С вами был Максим Шубин, всем удачи, до скорой встречи, пока-пока.